Ошибка, которую совершают эксперты, авторы онлайн-курсов, авторы ютуб-каналов, вот эта ошибка у всех, ошибка у всех видеоблогеров и такая популярная, частая, особенно у тех, кто пытается сделать все хорошо. Эта ошибка называется, вы качаете навык избыточного перфекционизма. То есть у вас в голове есть такой пунктик, либо хорошо, либо отлично, либо никак. А я вам скажу, что лучшее – это враг хорошего. И поэтому делайте хорошие видеоролики, пробуйте хорошие, пробуйте разные эксперименты, пробуйте, качайте свой скилл не перфекционизма, а результативности, чтобы у вас был результат. Очень часто, и у меня это была ошибка, мы хотели вырезать все, чтобы было идеально, чтобы была идеальная упаковка, чтобы был идеальный звук, чтобы был идеальный свет, чтобы у нас вообще комар носа не подточил, чтобы было вообще все идеально. Я называю этот формат ежиком. Мы делали ежика из груши и команда из семи человек на протяжении десяти рабочих дней в одной студии, которую я снимал, арендовал, там было мое оборудование, делала этого самого ежика. На выходе получился офигенный ежик, то есть ролик про то, как сделать ежика из груши своими руками. Ролик был меньше минуты, это все было очень хорошо, там был очень крутой цветокор, там были очень хорошие переходы, там были наплывы, наезды, там было вообще все шикарно, все шикарно, там было десятки дублей, все было хорошо, но я не понимал потом, кому я это продам. И гораздо проще потом и сейчас мне проще встать на улице, попробовать формат съемки шорсов, съемки стримов, да, попробовать как это пойдет, как это будет развиваться и сказать себе это работает или не работает. Пробуйте постоянно, потому что как бы когда вы начинаете ждать самого лучшего, кто тот оценщик, кто спрашивает, кто может оценить это хорошо или плохо. Очень часто вы или ваши знакомые, которые некомпетентны, являются оценщиками, являются теми людьми, которые говорят вам это хорошо, отлично, неплохо. На самом деле хорошо ли это или отлично покажет не ваш знакомый, не ваш друг, а хорошо или плохо покажет аналитика, покажет удержание зрителей, покажет то, насколько это все нравится им, есть ли конверсия из зрителей в покупателей. Только аналитика может сказать вам это видео сделано хорошо или плохо. Более того, очень часто вы, когда начинаете делать эту ошибку, совершаете следующую ошибку, она как бы в совокупности идет, вы ограничиваете креативность вашей команды. То есть вы говорите людям, делай так, 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 не являясь специалистом в этой области. И в результате получаете не качественный продукт у специалиста, а получаете то, что вы, скорее всего, примете. То, что, скорее всего, вам понравится и не будет отправлена на доработку. То есть уже ваша команда вместо того, чтобы нацелиться на результат, на то, чтобы завоевать зрителя, завоевать клиента, она завоевывает вас, она завоевывает ваше расположение, и в результате вы получаете проект, который нравится не вашим зрителям, естественно, а нравится вам. А все почему? Потому что в вашем мире все должно быть идеально, все должно быть хорошо, но это идеально в вашем мире. А мы помним, что вы это не ваша целевая аудитория, и поэтому суть какая, что вы нанимаете специалистов, очень часто дорогих специалистов, а потом этим специалистам говорите, что делать. А где логика? Ваш мир, наверное, вот я сейчас смотрю, и если посмотреть, то для меня эта картинка очень даже хороша. Но я больше, чем уверен, что огромное количество людей найдут в этой картинке, не знаю, там заваленный горизонт, неправильный цветокор, неправильную композицию, что мне нужно было стать здесь, а не здесь. И, а эти люди очень много раз бы, то есть мы бы снимали видео, мы бы снимали эти вопросы или ошибки, которые совершают помогающие практики в онлайн, я бы эти тридцать ошибок снимал не два стрима, то есть не там три часа, а мы бы снимали тридцать дней. Тридцать дней там по дню, как бы и было бы занято огромное количество команды. Вот я сейчас стою посреди улицы, посреди красивейшего сада. Осень, хотел сказать, лето там, камера, штатив, я один и там Катерина сидит, отдыхает. И мы, в принципе, сейчас работаем. Почему? Потому что мы экспериментируем. Хорошо это или плохо покажет время, покажет результат, который даст нам это видео. То есть, возможно, именно этот урок приведет к нам на консультацию нашего лучшего клиента, с которым мы будем работать долгие годы. А возможно и нет. Но опять же, я этого не знаю, этого не знает никто. Это отчасти может быть воля случая, воля проведения. И, резюмируя вышесказанное, друзья мои, не совершайте ошибки. Делайте то, чтобы ваши проекты стреляли, чтобы они разрастались. А для этого вам необходимо, вот здесь самая важная часть, не бойтесь совершать ошибки. То есть, вы в любом случае не застрахованы от ошибок. Вы в любом случае будете совершать ошибки, ошибки. Я лишь этим видео хочу минимизировать вас. То есть, чтобы ущерб, который будет нанесен этим ошибками, был минимизирован. Чтобы вы вовремя остановились, подумали, пересмотрели свой план, переделали свою стратегию или пришли на консультацию к специалистам, которые помогут вам скорректировать план. Вот те люди, которые были у нас на консультациях, те люди, они приходили, я же ничего не менял. Я не менял их картину мира. Потому что я точно знаю, что не надо менять людей. Их нельзя поменять, если вы там уже шенадцать лет. Я просто корректировал направление вашего похода или направление распределения средств или бюджета вашей компании. Я анализировал рекламные инструменты и способы продвижения вашего видео и лишь давал рекомендации. И только после использования их вы понимали, правильные были советы или нет. Но судя по тому, что вы возвращаетесь на консультацию, это было правильно. и так что вообще все думаем, чтобы все указывают, поэтому просто перескала это несмотря на�� на AirPods, потом спасибо за briefly, мы находятся пог pintая и Камень одна сколько пошло было... Очень больно в том, что вероцею немного на нескольку прикольворению И, конечно же, не выполз allowing дать. Показание финансовая Palestра overt subsidies. Давай так встречается. Понимаете жизнь. О 멋ldenadem.